Я сегодня утром опять в бассейне встретил президента. Каким стилем он плавает? У меня не было жутких историй с алкоголем, которые бы не приводили к потере репутации. Давайте допьемся. Но здесь нет Зеленского, здесь неинтересно. Да, здесь нет Зеленского. Сколько тебе надо взять хейта, чтобы ты успокоился? Чувствуешь себя какой-то уже звездой Ютуба? Потому что за последний месяц или даже два снято было несколько интервью на больших каналах. Да, это новый жанр. Я не скажу, что я чувствую себя звездой, но меня стали чаще узнавать на улицах. Это осознанное движение в этом направлении было? Ну, в принципе, это осознанное движение. Действительно, у нас же мы очень социально представлены. И там у нас произошли изменения в команде в связи с Димином уходом в политику. И раньше он был много представлен. А теперь я решил, что надо активнее участвовать вот в этом всем движухе для того, чтобы монобанки говорили, понимали нашу философию, понимали, почему мы что делаем. Так намного на самом деле проще продвигаться. Потому что когда у тебя такого нет, тебе для того, чтобы донести свои мысли, идеи или поделиться новостями с клиентами, тебе надо платить большие деньги. То есть это, в принципе, достаточно рациональная история. Ну и плюс это тешит тщеславие, самолюбие, чего нет. Это твое рабочее место. Два макбука, один из них прям вот недавно был в Америке, да, я так понимаю? Свежайшая. Да, мы фанаты Apple, большие, да. Я покупаю много всего, но у них начали столько всего выпускать, что у меня не все есть от Apple. Там была какая-то публикация. Если бы за все время существования Apple, вместо того, чтобы покупать их продукцию, ты покупал их акции, то там состояние было бы больше 10 или 15 миллионов долларов. А у тебя есть акции Apple? Нет, у меня нет акции Apple. Ну, я думаю, что я уже приличное оборудование их перекупил. Есть такой предприниматель российский, основатель АМАСРМ, Миша Токовинин. Знаешь? Не, не знаю. Он пост недавно писал, он короткий, поэтому я зачитаю. Маск, имеется в виду Илон. Как никто понимает логику современного бизнеса, где хайп важнее всего, важнее продукта, важнее маркетинга, важнее сбыта. Соцсети, главное, медиа. Можешь заставить всех о себе говорить, обсуждать, спорить, ты победил. Начал покупать рекламу и трафик, ты проиграл. Я с этой мыслью очень согласен. И мы прямо, если чувствуем, что где-то может малейший намек на хайп, мы мимо этого не проходим. Я считаю, что у нас очень неплохой получился хайп и с наградами. Мы стикеры пытаемся делать по мотивам каких-то популярных мемов. Сейчас какой-то код появился, мы его не успели сделать на стикеры. По мотивам интервью Бардаша с Дудем. Но некоторые хайпы получаются против нашей воли. Но я, допустим, для себя еще не разобрался. Любой хайп полезен компании или все-таки хайп должен быть более-менее управляемым. Ну, там хайп с этим фейлом, с картой, который получился с видео Андрея. Потом этот хайп, который получился с тем, что я сходил в бассейн. Ну, то есть, и встретил там президента. Это получились два больших хайпа, но не скажу, что я в восторге от этого, мягко говоря. Ну, карту Украины без Крыма мы, когда увидели, у меня самого волосы дыбом стали. Ну, это абсолютно техническая ошибка. И понятно, что мы бы никогда в жизни не делали бы хайп вокруг этого. Мы никогда в жизни бы не делали хайп вокруг темы с расизмом. Мы никогда бы не делали хайп вокруг темы с сексизмом. Ну, то есть, есть темы, которые просто... Ну, религия, наверное, туда же. Религиозные. Вот этот пост с бассейном, он такой наивный пост получился. То есть, из серии «Салата в Инстаграме». И понятно, что я не сильно анализировал, когда его писал. Я просто поделился тем, ух ты, что со мной произошло. И потом, конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что, может, там, и не стоило этого делать. Потому что, ну, произошло и произошло. Страница уже достаточно большая. И, получается, ее читают не только близкие друзья, которые, там, как бы нормально восприняли и поняли мотивацию. Ну, читают разные люди, у них разные взгляды политические. Они увидели здесь какую-то комплементарность, какой-то политический оттенок. Ну, я точно так же написал, если бы Порошенко встретил. Ну, это подтверждает правило, что о политике и о политиках вообще не надо писать. С каждым днем все сложнее, потому что друзья уходят в политику. Да, уходят в политику, желая им. Пишешь о дубизице? Нет, я не пишу, я не пишу о Диме. Вот, кстати, мы встретились с ним на выходных. Я говорю, Дима, давай сделаем селфи. Я напишу, что встретил на природе Дмитрия Дубилета. Без охраны, без пафоса, да, поболтали. Он говорит, слушай, тебе еще не надоело. Он говорит, ну, сколько ты будешь писать, сколько тебе надо взять хейта, чтобы ты успокоился. Я говорю, ну, ладно, не будем писать. Я, кстати, чтобы ты понял, я сегодня утром опять в бассейне встретил президента. И так вот думаю, ну, писать уже не буду. Писать не буду. Расскажу на Франч ТВ. Расскажу на Франч ТВ, будет эксклюзив, писать не буду. Каким стилем он плавает? Ты знаешь, я собирался прыгнуть в дорожку, а он эту дорожку в этот момент освободил. И я не успел разобраться, каким он стилем плавает. Ну, он, кстати, были в предвыборные ролики, там, по-моему, он с вольным стилем плавает. Тебе есть какое-то ощущение, что реально это какое-то новое время, потому что раньше ты не мог встретить президента вот так лично, без охраны, без пафоса? То есть на что это для тебя похоже, вот то, что сейчас происходит в Украине? Ну, мне похоже на то, что мы становимся более цивилизованной европейской страной. Нам еще надо учиться у европейцев терпимости, толерантности, уважать чужие мнения, которые могут отличаться от твоего. Но то, что появляются в спортзалах президенты и на улицах члены правительства, и спокойно ты можешь встретить кого угодно, оно нас удивляет, потому что мы чуть по-другому до этого все видели. То есть я видел, как перекрывали полностью улицы для того, чтобы проехал Янукович, как на каждом углу стояло по милиционеру. И понятно, когда ты сейчас видишь по-другому, это просто даже восторг от того, что мы правильно развиваемся. Это не какой-то восторг от того, что ты увидел президента, а просто восторг от того, что мы становимся более цивилизованными. Россия до нас далеко. Я не думаю, что можно в России встретить Путина на улице, или есть спортзал, в котором может гражданин встретить Путина. Не будучи при этом положенным. Сойгу, Лаврова, не будучи перед этим положенным на пол, досмотренным и вообще... А не досматривают там, учитывая, что у них есть вполне понятный клиент постоянный? Где, в этом зале? Да нет, ну это абсолютно... А он вообще без никого зашел? Ну я же не знаю, как он туда зашел. Я видел результат, что он там стоит в раздевалке, или сейчас я видел результат, что он плавает в бассейне. Ну один. В раздевалке президента увидеть, как он переодевается. С ума сойти. Ну это реально удивительная история. Я не хочу узнавать подробности, но это невероятная история. Я, кстати, не дошел до подробностей, потому что меня тоже они не особо интересуют. Он тебя откликнул? Да, он меня позвал. Вы знакомы были до этого? Да, мы с ним были знакомы, мы с ним и встречались, и он там... Корпоратив? Да, и на концертах я его видел, и мы встречались с ним, и мимо концертов мы встречались с ним в ходе предвыборной кампании, пересекались. Я его знаю, он меня знает. Консультировался по каким-то вопросам? Просто проговаривали, да. Вопросы, связанные с тем, с инструментами, которые можно использовать в предвыборной кампании. Но это была просто такая приятельская встреча без каких-то... То есть не было предложения постов, должностей? Нет, нет. Готовясь к интервью, у меня была возможность либо там почитать кучу каких-то печатных, старых и не очень. Я воспользовался простой возможностью. К счастью, коллеги записали уже большое интервью. У Евгения Черняка была следующая история. Вы вошли в комнату, где сидели ваши коллеги и начали обсуждать зарплаты. Как? Причем даже начали их называть. Два человека назвало свои зарплаты. Там, насколько я помню, две с половиной, три с половиной тысячи долларов. После этого все остановилось. Как-то там джун-джун-джун. Третий не захотел называть, потому что жена не должна знать. Как это повлияло на вашу внутреннюю коммуникацию после интервью? Никак не повлияло. Когда Женя, получилось, через пару дней пришел нас поздравить с Новым годом, уже все были готовы отвечать ему на вопрос. Все знали свои зарплаты. И все были готовы, но он не спрашивает. Не так у нас все зарплаты правильные. Мы же ничего в конвертах не платим, все в белую. А вообще, ты считаешь, это нормально обсуждать зарплаты внутри коллектива? Потому что есть разные мнения. Нет, я считаю, что это ненормально обсуждать. То, что было тогда во время записи интервью с Черняковым, ты считаешь, это было все-таки не той красной линией, которой не стоило пересекать? Нет, я так не считаю. И я считаю, что для интервью и для того, чтобы сделать интервью интересным, Женя задавал вопросы, какие хотел. Это его канал, его интервью. Остановить это как-то и вмешиваться в это особого смысла я не видел. Ну, ребята могли не говорить. Я сказал, что можете говорить, потому что был напор, но я вообще здесь не вижу проблем. Могли бы не говорить. Нам, в принципе, зарплаты скрывать особо нечего. У нас не принято обсуждать зарплаты, но в интервью могут спрашивать зарплаты. Я понимаю, что людям это интересно. Им интересно было услышать про размер дивидендов, например, наверняка тоже. Прозвучавшее в этом же интервью. Кстати, удивительно, Женя часто задает эти вопросы интервьюируемым, но я не ожидал, что он и ко мне с этим вопросом обратится. Ну, да, было людям интересно. Они не знали, да? Да, пару знакомых я подшучиваю теперь. Ну, привет, миллионер. Вау, привет. Здорово, вы что ли? Да, отстаньте от меня, не преследуйте меня. Перестань переходить за мной. Я соскучился за твоим фирменным коктейлем, поэтому был рядом, проездом решил заехать. Где? Где 68% ром? Да, могу. Блин, у нас винища. Мог винища. Смотрите. У нас в Лондоне в офисе есть какая-то бутылка рома переходящая. Вы побухиваете вообще по жизни? Ну, в офисе, я имею в виду. Или в офисе? В офисе. Нет. Смотри. А если мы были сейчас без камер? Нет. Ты бы сразу предложил. Я бы тебе предложил. Нет, смотри, видишь, даже нету тар, нету бокала. Были какие-то забавные истории? Я просто вспомнил сюжет, который вот монтировал один из присутствующих, с двухлетия Монобанка, где ты, ну так, неужели, по абсолютно оправданным причинам. Причинам. Я сразу предупредил коллег во время своего тоста, что давайте напьемся. И я этот... И сделали это. Потом Миша, когда мне показал видео, которое он снял с вечеринки, говорит, тебе тут все окей? Я говорю, не-не, не все окей. И я там в двух местах вырезал, потому что мне показалось, что я там слишком веселый. Какие-то забавные истории с алкоголем, но которые не привели к жуткой потере репутации. Хотя. Нет, нет, нет. У меня не было жутких историй с алкоголем, которые бы не приводили к потере репутации. Говорить тут не о чем. Все приводило, но я их не помню. Это было хорошо. Есть еще вопрос, тебя грабили когда-то? Так, на улице или там... Да, на улице в школе ко мне подошли и сняли часы. У меня были такие часы, Монтана назывались. Тут две кнопки, тут две кнопки. Когда зажимал мелодию, они какую-то играли. У меня подошли два этих самых... Любители музыки. И было еще, кстати, я в привате работал. Ну, уже работал зампредом. И я прям выходил из офиса, шел к своей машине. И вижу, на меня бегут двое. И подбежали. Один попытался ударить. Я уклонился и сразу уже выбежала охрана. Но прямо возле офиса пытались у меня забрать. Такая у меня, ну не брасетка, а кошелек у меня в руках был. Да, но не забрали. И все, вот такое было. Я заметил, ты на YouTube подписан на Poker Stars. Ты играешь в покер? Кстати, на French TV не подписан. Вот это от меня... Это потому, что там до этого не было моих интервью. Теперь-то я буду подписан. Сложно мне будут добиваться от каждого такого подписчика. Слушай, я такой подписчик, что не грех и подобиваться. Сто процентов. Я очень люблю покер. Вот, кстати, у нас сегодня вечером... Да? Получилось собраться... Да, в Smartess у нас там большой коллектив будет играть в покер. Дима будет? Дима нет. Дима занят на работе. Он не покерист. Он, кстати, играет. У нас такой дружеский покер для чайников. Я не скажу, что это какой-то уровень. Мы правила знаем и нам весело. Плюс мы играем на очень небольшие деньги. У нас там, по-моему, тысяча гривен боин и мы турнир играем. Поэтому... Это такой олдскульный способ провести время. Сейчас молодежь, да, вообще многие... Миша, Рогальский сидят в ТикТоке. У тебя есть ТикТок? У меня я еще не завел ТикТок. Миша Рогальский, кстати, будет в этом олдскульном тоже принимать участие. То есть он с нами тоже в покер играет. Да. ТикТок я что-то еще не завел. Я сегодня зарегистрировался. Можем вместе записать первый ТикТок мой. Давай, запишем твой ТикТок. Музыку выбираем. Какая музыка тебе нравится? Есть какая-то любимая группа? Мне нравится группа Мьюз. Мьюз и Мэджин Дрэгонс. Давай, Мэджин Дрэгонс. Давай. Мьюз он такой более спокойный. Давай, Мэджин Дрэгонс. Мэджин... Дрэгонс. Беливер какой-нибудь? Ну, и Беливер. Мне все нравится. Мы находимся на острове всех трендиков, трендосиков, всех актуальных вестей. Вот, если зайти в наш инстаграм. Я, кстати, посмотрел сегодня статистику. У нас за неделю 620 тысяч взаимодействий уникальных человек с нашим аккаунтом. Мы смотрим на какие-то животрепещущие в обществе темы. Ну, сайбертрак. За запуск Теслы. 5 тысяч лайков. А с бананами что за тема? С бананами это тоже достаточно... Короче, выставка современного искусства. Итальянский художник делает перформанс и клеит изолентой банан на стену и продает за 120 тысяч долларов. 120 тысяч долларов? Да. Ну, и вот это разгромка. А вы за сколько это продали? Я потратил 200 гривен на Glovo, чтобы мне привезли изоленту, которая в итоге не понадобилась. Я в итоге просто обмотал банан изолентой. И за 27 гривен сбегал в Сильпо, купил 6 бананов. Я смотрю, тебе здесь есть чем заняться в монобанке. А я тут в командировке. Я вообще в Днепре работаю. Есть как бы у этого перформанс и продолжение? Позорник. Это была инсталляция, а это перформанс, который называется «Голодный художник». Голодный сооснователь банка без отделений. Нет ни отделений, ни денег на еду. Значит, в Арт Базеле как произошло? Пришел другой чувак, художник. Сорвал банан со стенки. За 120 тысяч евро. И сожрал. Это как с Бэнкси произошло, с Ашедером, да? Угу. Они не сговаривались? Ну вот. И чувак, который оригинально налепил эту фигню, он уже ехал в аэропорт, развернулся и прилепил новый. И продал снова за 120. Кстати, продают не банан со скотчем, продают сертификат о том, что ты купил это произведение. Это дебаг. Как места на Луне, да? Участки. У меня этот сертификат, ты можешь лепить банан на скотч, где хочешь, всю жизнь, ты можешь менять банан, ну то есть не обязательно должен быть один наш банан, это все еще будет то самое произведение. Ребят, это лучше, чем банк, ну в смысле бизнес. Идеально, маржинальный, невероятно. Я вынужден задавать своим героям вопросы, как-то связанные с франчайзингом, чтобы кто-то хотя бы, хоть кто-то помнил о том, чем мы занимаемся. У тебя был хоть какой-то опыт, связанный с франшизами? Да, у нас хотели, Катя рассказывала, что у нас хотели купить франшизу Smart S, но так как ты ее нам не упаковал, мы, конечно же, ее не продали. Извините, пожалуйста, накануне, прям вот за день до назначения кое-кого, кое-куда, я был на встрече в Smart S, мы обсуждали этот вопрос. Я считаю, что надо обращаться к тебе за запаковкой франшизы. Нет, я не об этом, я имею в виду, там, может, была идея начать свой бизнес, как-то купить кофейню, открыть ресторанчик, магазинчик. У меня не было таких пересечений, я вообще не очень чувствую всю эту историю, но я понимаю этот жанр. А Монобанк, вот, спасибо кое-кому, в интервью спросил, по франшизе не планируется развивать или невозможно это из-за лицензии? Не планируется, потому что очень сложно внутри, в Монобанке. Вот эта простота, которую мы проповедуем, за ней стоят очень сложные внутренности. Франшиза это больше, когда ты запаковываешь стандарты, когда ты запаковываешь бренд, когда ты запаковываешь какой-то алгоритм. Я не знаю банка, который, да я даже не знаю историй где-то в мире, где бы банк продавал франшизу на банк. Я тоже не подскажу. Но я тебе хочу сказать, что некоторые коллеги думают, что они у нас купили франшизу, в части того, что если повторить полностью приложение, то это получится. Нет, сейчас два банка, которые в принципе похожи на нас. Я не буду называть названия, я и так про один из них даже писал пост. Это достаточно для них. У них должны были хоть клиенты появиться, я надеюсь, что у них хоть кто-то появился. Ты можешь хотеть сделать прекрасно, ты можешь смотреть, как сделано прекрасно у других. И мы не все сами придумывали, мы вдохновлялись и Тиньковым, и Револютом, и Монзо, и N26. Но мы это очень глубоко пропускали через себя. То есть мы ничего не копировали, а мы смотрели, как это сделать у нас, то, что нам нравится. Часть ребят просто копирует пиксель в пиксель и не понимает, в результате чего мы к этому пришли. Не понимая бэкграунда, оно все равно торчат уши. Я не верю в успех вот этих копий китайских, я не верю. К голосовым сообщениям как относишься, когда тебе записывают голосовые сообщения? Не очень. Не очень хорошо отношусь к голосовым сообщениям. Практикуете внутри команды? Нет, очень редко я получаю голосовые сообщения. Они неудобные. Они неудобны, потому что, во-первых, их надо слушать в основном на громкой связи. Во-вторых, они приходят, у меня все время какое-то совещание идет. Я не очень хорошо отношусь, то есть я не осуждаю тех, кто их отправляет, но мне так коммуницировать неудобно. А звонок уже может приравниваться к голосовому сообщению? Вот звонок это прям некорректность. Ты должен понимать, что когда ты звонишь, ну если ты не звонишь другу или любимой девушке, то это не очень этично. Потому что звонок всегда не вовремя. Нету такого, чтобы ты позвонил вовремя. И поэтому, знаешь, это как к увечию добавить оскорбление, когда звонят и потом ты снимаешь трубку и спрашивают, удобно или нет. Ну, нет, неудобно мне. Здесь нет вариантов, неудобно мне. Но если ты уже позвонил и сняли трубку, ну давай лупи по сути, зачем вот эти прелюдии непонятные мне. А, вот эта история с тем, чтобы говорить не по сути, а заходить на разговор через... Как дела? Какая сегодня прекрасная погода? Вот это прям сильно глючит меня от нее. Так, дашборд Монобанка, ребята. Можешь пущить запись с экрана? Да. 1 миллион 89 тысяч пользователей вот по состоянию на вчерашний день. Это из 1 миллион 600 тысяч. Это у вас в Data Studio, это прям вы Google пользуетесь? Можно делать... Слушай, а дашборд компании можно там сделать вот здесь, на этом сервисе? У нас полностью весь дашборд компании. Это бесплатная история, да? Да, насколько я знаю. Ну, Google все же бесплатно. Ну, только он данные твои собирает. То есть Google знает, в принципе, сколько все данные Монобанка? Теоретически? Чисто теоретически, да. То есть он знает все о клиентах Монобанка? Наши персональные данные. И слава богу, что он... А, персональные... Нет, персональные не знают. Это все агрегированные данные. То есть то, что тут Ваня, Петя, это не знаю. Только цифры. Только цифры. Слава богу. Мои транзакции. Богу, слава, да. Только боженька она защищает от Google. А почему, кстати, ты не заклеиваешь камеру скотчем? Эта тема не работает, как думаешь? Ну, когда я раздеваюсь, то я просто так... Чисто интуитивно, да? Я чисто интуитивно бросаю труханы на вебку, типа и все. То есть мало ли, но Марк не может быть неправ, да, в конце концов? А я могу. Людям нужен контент, да? Хорошо. У меня был заскок, что я заклеивал. Я даже сделал стикерпак с... С котами? С наклейкой на веб-камеру. Там был набор слежка, и он был приурочен. Там этот Цукерберг давал показания в Сенате или там выставил какой-то пост, где у него заклеен микрофон и вебка. И мы специально под это сделали стикерпак, в котором наклейка на веб-камеру и на CV-код на карте. А когда у вас смешные будут наклейки? Ну, реально смешные. Это, кстати, обидно сейчас. Вы хотите делать бренд культовым, да? Это задача такая прям целенаправленная? Ну, это же элементы культовости. Мерч, стикеры. Когда ты называешь это задачей, есть какая-то меркантильная подоплека в этом. Вы думаете об этом? Мы просто это делаем от души искренне. Мы это сами носим. Твой любимый экран? Мой любимый экран. Помимо зарплаты твоей? Это платиновые. Это платиновые карты. Мой любимый проект. Твой здесь можно... Это что такое активированное, заказанное? То есть всегда меньше? Ну, да. Просто часть карт еще находится в пути. Часть людей думает, что они реально платиновые и просто их не активируют, чтобы они не испортились. Ставят в рамочку, да, да, да. Так, что еще можно интересного увидеть? Например, статистика по цветам карт. Но я не знаю, насколько это актуально на данный момент. Пинг? Да. Это для девочек, да? То есть это... У меня снова розовая карта, если что. Она не такая уже девочковая, вот смотри. Она оранжевая такая? А, она даже такая, я бы сказал, интересная. Мы нашли понтоны розовых айфонов, rose gold, вот, и сделали по этим стандартам эту карту. Она без новых. Rose gold, айфоны в основном мужики же покупали, все знают. Это официальная статистика Apple. Это достаточно смешно. Чуть более смешно, чем на стикерах. Кстати, записывай. Ты мне, ты мне начал нравиться, и тут бац, снова умножил все на ноль. Это первая Европа, карта без номера. Не знаю, ты в курсе, нет. Именно у тебя, в смысле? Или вообще вот эта вся серия? Нет, сам по себе проект. Круто. А почему это круто? Потому что первый был Apple, и мы такие, да, чуваки, мы должны это сделать. А, а у них первый в Америке, а у нас в Европе? Первый в мире. Круто. А мы решили, типа, что лучше, типа, вторая в мире или, 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 ну ладно, пусть будет первая в Европе. Первая в Европе отлично звучит. Вполне. Окей, я тут спорился в твоем фейсбуке. Так, что у меня в фейсбуке. Понаходил старые фотографии. Я хотел бы просто, что твои воспоминания, связанные с ними. Давай. Ну, это время было, когда... 14 июня 2014 года. Да, это война, разгар войны. Ну, а это что было за история? Это была показательная какая-то постановочная фотосессия, или почему вы стояли? От кого вы защитили? Нет, насколько я помню, это какое-то наше отделение, не то в Луганской области, не то в... Это не в Днепре? В Донецкой области, нет, это не Днепр. Или этот город освободили, или там же было, помнишь, много захватили городов, потом часть... Отбили. Часть отбили, и что-то из этой сели. Но это не ваши ребята, в смысле, это пост... Нет, это блокпост, это блокпост возле нашего отделения. Как ты воспринимал все, что происходило в те времена? Очень, очень, очень болезненно. Я очень переживал из-за наших людей, которые там гибли, мне очень не нравилось, что у нас война в стране, и мне там время от времени приходили новости о том, что кто-то из наших коллег там погиб на фронте, и это было очень плохое. При каких обстоятельствах? Он находился в банке, или... Нет, ну там же был призыв, плюс несколько коллег, я знаю, пошли добровольцами. Мы им очень... Там было пару десятков коллег, которые пошли добровольцами, часть коллег призвали, мы очень помогали им, всем банкам, там, передавали, там, деньги пополняли на телефоны, все время какую-то помощь туда на фронт передавали. Ну и там было пару случаев, что кто-то погиб. Это очень тяжелое было время, даже не применительно к бизнесу, приватбанк. Понятно. Потому что, ну, конечно, война сильно ударила по бизнесу и... Активам. Ну да. Активы мы потеряли много, мы потеряли много депозитов, потому что во время войны клиенты не склонны сберегать деньги в банках. Плохое время. Чуть более радостные события, твой день рождения. Да, 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 это мне коллеги подарили... Квест. Не Дима с Мишей, а коллеги, мои сотрудники подарили квест, а мы втроем, ребята, зашли ко мне меня поздравить, и мы втроем его решали. И вот там надо было найти, я не помню. Это была схема какая-то. Да, 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 украденные 19,5 миллиардов рефинансирования мы искали. Вот эта вот троица, она вот была сформирована в какой-то момент времени, да, то есть вы как ей стали? Вы вот в последние годы вы ассоциировались именно как троица. Да, да. И все монобанки ассоциируют, строятся, хотя там вот 6 основателей, 7 точнее было. Вот как это происходило? Ну, мы сдружились в привате. Миша дружил с Димой. С детства. Да, давно. А сдружились мы с ребятами в привате, они много ко мне приходили, и мы сидели, чай пили, обсуждали развитие банка, развитие бизнеса нашего, и хорошо общались. Потом, когда случилась национализация, я предложил, чтобы мы подумали над тем, чтобы какую-то модель, похожую на модель Тинькова использовать. Это вы придумали? Я имею в виду ваша троица? Смотри, было понимание, что надо заниматься картами. Я не буду там претендовать на то, что это я сказал или кто-то другой сказал. Но есть ощущение, что ты? Ну, я думаю, что каждый из нас троих скажет, что это он сказал. Ну, я считаю, что это я сказал, но я думаю, что... Так как некого послушать больше, поэтому... Ждем опровержения на канале Миши Рогальского. Да, да. Вы чувствуете себя какой-то большой историей, которая уже есть, будет еще больше и так далее? То есть как вот внутри это ощущается, интересно? Проект, который уже имеет сумасшедший результат, больше полутора миллионов клиентов за два года. Миллион шестьсот пятьдесят тысяч клиентов. Миллион шестьсот пятьдесят на текущий момент. Ощущается, что мы еще дадим жару. Ребята здесь бананы раскладывают. Как это все? То есть где оно управляется? Это Днепр, да, в основном делает это возможным? Здесь это все похоже на фанки бизнес. Ребята развлекаются, клеят, делают фоточки. Ты правильно сказал, что это фанки бизнес, но вместе с этим это еще и фэмили бизнес. Поэтому тут как бы... Но фэмили не смыслит, что тут все члены семьи прям по крови? Ну, в таком стиле. Я там работаю с коллегами, с некоторыми коллегами работаю почти десять лет. И это как бы уже не про профессиональные взаимоотношения. То есть это уже совсем по-другому воспринимается. А любовные истории у вас тут были? Нет, но будут. Смотрите, с нами произошла достаточно интересная трансформация с момента, как мы собрались после национализации до текущего момента. То есть сначала у нас был привычный флоу ежедневной работы, как мы взаимодействуем, как мы в приватбанке привыкли взаимодействовать. Потом мы пришли, поняли, что у нас нет электронного документа оборота, у нас нет системы управления задачами. И мы попытались организоваться так, чтобы нам это и не нужно было. И мы не хотим возвращаться в бюрократическую такую штуку. И сначала все решалось за счет того, что все были рядом, все были на расстоянии вытянутой руки. Любой вопрос, ты подходил просто к менеджеру или к руководителю, и он решался моментально. Трансформация наша произошла в тот момент, когда наши сооснователи начали участвовать в совещаниях удаленно. То есть сначала все сидели очно, все собирались, все смотрели в друг друга глаза. Потом кто-то уехал, кто-то там, Лондон начался, история. И все начали двигаться. И это был достаточно сложный момент с точки зрения коммуникации. Когда мы с этим ужились, мы начали понимать, что мы можем быть достаточно мобильными. И у нас офис разросся по итогу. Вот у нас есть офис в Киеве. Человек 200 уже получается? 150 где-то, да, без поддержки. Значит, открылся небольшой офис в Киеве. В Днепре у нас стало два офиса вместо одного. У нас сейчас менеджеры в одном сидят, команда разработки в другом, поддержка в третьем. При этом мы в каворкинге. Это опять же тот подход, который вряд ли выбрал бы классический финтех, даже проект, банк и так далее. Но тут есть какие-то рядом финтех-проекты. Я не знаю пока, чем они занимаются. То есть вот так сейчас делается много, надеюсь, миллиардный со временем бизнес. Ну просто смотри. Или уже? Наш? Да. Ну, наверное, если бы считать по биржам каким-то... Если бы мы вышли на IPO, то, наверное, мы бы уже были миллиарды. Миллиардный. Ну, я думаю, да. В принципе, можно уже теоретически вас за глаза назвать единородом. Не, ну смотри, если бы мы в Европе были с такой клиентской базой, ну тут без вопросов, да. Да, ну просто капитализацию считать как-то сложновастенько. Совещание стараюсь не пропускать, потому что очень важно, когда основатели занимаются операционной деятельностью. Я считаю, что это очень большой секрет нашего успеха в том, что у нас хозяин всегда в лавке. То есть нет такого, что... Это, кстати, сильно отличает нас от любого другого украинского банка, потому что ни в одном украинском банке хозяин на работе не присутствует. Очень важно, чтобы не было такого момента, что кто-то из основателей любит наш продукт чуть меньше, чем остальные. То есть я не хочу, чтобы что-то появилось, чтобы дергало меня и заставляло меня любить меньше наше прекрасное приложение. Кстати, у нас был очень интересный кейс. У нас шрифт поменялся на отображении баланса. То есть его сделали толще. 150 гривен, чтобы выглядели более круто. Да, ну или 150 тысяч. Да мне не очень он привычно смотрелся после обновления. Я прямо грустил. Но я привык быстро. И потом согласился с дизайнером, потому что у нас как-то так прошло. Вот это утолщение цифры баланса, оно прошло как бы мимо больших обсуждений. Я не помню, как оно произошло. Вот просто сделали для консистентности. Там на каком-то еще экране было отображение, по-моему, на странице кэшбэка. И его привели в соответствие. А я прямо это сильно... А ты же не дизайнер вообще по образованию. Нет, но я люблю красивое все. Я люблю все красивое. Но ты как-то пытался в этом разобраться, как работают принципы дизайна? Потому что, чтобы понимать, как там композицию, градиенты, шрифты и так далее, все-таки нужно обладать каким-то дизайнерским мышлением. Вообще ты прав. Вообще ты прав. У меня нет дизайнерского образования. Я уже наблатыкался. Потому что я считаю, что у меня еще, если не 10 тысяч часов в рассуждениях о дизайне, ну, уже много часов в рассуждении дизайна. Плюс я считаю, что у всех у нас есть нормальное чувство прекрасного, оно такое здравое. То есть нам нравятся правильные вещи, нам нравится продукция Apple. У нас есть то, что нас объединяет вокруг дизайна, нам какой-то сюр не нравится. И поэтому ты можешь спокойно видеть, что это красиво или нет. Потом вопрос в том, в дизайне он же делается не ради дизайна, а ради того, чтобы пользователю было удобно. И вопрос изменения толщины, он с одной стороны, да, это может быть консистентно с чем-то другим. Но вот изменение привычки, и это уже идет связь там дизайна и психологии. Там, я не помню, кейс, какая-то топовая компания меняла цвет логотипа и потом получила много... Нет, не розетка, это, по-моему, или Amazon менял, или eBay менял, я не помню кто. И они хотели сделать белым, а был он у них серым. И они откатились, а потом начали по чуть-чуть, там, раз в неделю на один градиент ослаблять, ослаблять, ослаблять. И пришли к белому, но уже без хейта, потому что они плавно довели клиентов. Ну, то есть, тут баланс между дизайном и тем, что клиентам нравится, и тем, что клиентам привычно. Я вот очень чувствую, что клиентам нравится, что не нравится, потому что я сам клиент, и я на себя примеряю. Если мне шрифт не нравится, я понимаю, что будет наверняка несколько десятков тысяч, которые думают так, как я. И вот что с ними делать? Надо делать так, чтобы и они не разлюбили нас. После национализации, насколько я слышал, был период, когда тебя долго не было в стране. Где ты был? Меня не было в стране не столько из-за того, что это связано как-то с последствиями национализации. Мне не нравилось то, что происходит в стране. Мне не нравилось в Днепре, в котором я жил, мне очень не нравилась экология. И я хотел поменять место жительства для своей семьи и детей. Я попробовал жить в Вене, и мне совсем не зашло. Мне не зашло не потому, что там плохая экология, с экологией там все в порядке, там красиво, цивилизованно. Не зашло потому, что там нет социума, и получается, что это как пенсия. То есть детям хорошо, но мне там не нравилось, я там не смог адаптироваться, я не смог завести круг общения. Я потом понял, что надо попробовать Киев. Здесь и темп жизни выше, и вроде чуть экология лучше. Хотя тут смотришь на вот этот смог и на показатели, которые характеризуют, что там качество воздуха у нас хуже, чем в Пекине. В какие-то дни тут было. И непонятно, похоже, что это смена шила на мыло в части экологии. Но зато здесь, конечно, совершенно другой темп жизни. Мне Киев очень нравится. Прямо совсем мое. Из Киева никуда не буду уезжать, это точно. Про экологию говорит человек, который курит. Ну ладно. Ну хорошо, смотри, это ж от того, что я курю, это ж мое решение, а экология это не мое решение. И такое впечатление, что если я перестану курить, от этого экология лучше станет. Но я все время хочу бросить курить, у меня был период, я два года не курил. Так, самое время. Да, да, надо бросать, надо бросать, я сказала, это безобразно. Прямо сейчас? Сейчас прямо не получится. У меня сегодня покер, это будет, да. Я буду нервничать. У меня было еще несколько забавных фотографий, которые я нашел в фейсбуке. Да, это мы уже делаем монобанк. Это, кстати, я считаю, что это самое интересное время, которое было в проекте. Почему вот не он стал членом вашей команды, символом? Он в шоке, он в шоке. Там Дима когда-то запостил в сториз, как у нас появился кот. Там у него есть слайд, что мой пес в шоке от того, что выбрали кота. Это его собачка? Да, да, да. Это собачка Димы тоже куда-то она переехала, его зовут Хорд. Турксел, кстати, можно обратить внимание. Это я вот... Бегал в Турции. Ты на спорте вообще? Я каждый день плаваю. Ну, я уже писал об этом. Да. А так, а так, а больше нет, а больше нет. Ну, у вас здесь я просто не вижу никаких этих там... Там где-то турник есть, можно висеть на турнике. А здесь... Можно висеть, но никто не висит. В самом офисе есть спортзал, кстати, бассейн есть. Можно сюда ходить. Ну, здесь нет Зеленского, здесь неинтересно. Да, здесь нет Зеленского. Любишь моральные дилеммы? Не знаю, прямо так не артикулировал. Но я знаю проблему морального выбора в автопилоте, например. Кого давить. Отлично. К этому, собственно, и вопрос. Ты управляешь поездом, у которого отказали все тормоза. Он мчится по рельсам, на них, ты видишь, уже лежат люди. Пять человек. И у тебя есть возможность, ну, для этого нужно там нажать какую-то кнопочку, чтобы перевести поезд на другие пути, там лежит один человек. Этично ли будет сделать этот выбор? Абсолютно этично. А если там будет маленькая девочка и пять старушечек? Смотри, ну, я как бы изучал вот эту моральную дилемму для автопилота, там, мне нравится эта история. Изучал зачем? Ну, и просто любопытно было, как эта задача будет решаться. Ее надо решать. Да. Но мнение, что надо, чтобы это решал человек, а не машина. А если автопилот? Вот я тебе объясню. Допустим, самая главная проблема с собой рисковать, или там двумя людьми, или тремя людьми. Это надо спросить у человека. То есть он должен настроить, сделать настройку, когда он садится. Он должен заполнить опросный лист. Но если он собьет, он же будет отвечать. То есть он может сказать, увернуть в столб, и тогда это риск для него. Или ехать прямо. Тогда для него риска меньше, но это риск того, что он потом будет за это отвечать. То есть он должен сделать выбор. В дилемме, когда нет одинакового количества жизней, надо в любом случае выбирать так, чтобы минимизировать количество жертв. То есть число имеет значение? Абсолютно. То есть неважно, это девочка или два старика, надо выбирать, если другого выбора нет, надо выбирать так, чтобы сохранить большее количество жизней. То есть 95-летние старики и 7-летняя девочка? Да. Но ты, кстати, не забываешь, что когда ты в такой ситуации оказываешься, ты не встречаешь, сколько ему лет и сколько ему еще осталось. То есть, как правило, ты видишь два силуэта, и там один силуэт. Ты там не сильно разбираешься, у тебя нет много времени на принятие решения. Но даже если есть, я считаю, что надо выбирать, чтобы сохранить как можно больше жизней. Каждая жизнь – это ценности. Если там две жизни ты можешь сохранить, а тут одну, ну, надо выбирать сохранить две жизни, как по мне. Я для себя не решил, как отвечать, условно, две маленькие девочки и два пенсионера. Ну, для меня это не очевидный ответ. А если это два взрослых, но не пенсионера? То есть, какая разница, две девочки и два 40-летних, или две девочки и два 80-летних? То есть, это же как бы точно такая же история. А, то есть, не знаю, что мы эти два 40-летних, может, потом родили бы 50 девочек и 20 мальчиков, и там один из них был бы Эйнштейном, Софью Ковалевскую бы родили, там, я не знаю. То есть, мы не понимаем. И поэтому этот выбор, ну, он не так делается. Я считаю, что эта часть вопросов должна быть опросника. Ну, кстати, я думаю, что если давить взрослого, то у него при прочих равных больше шансов выжить, чем у ребенка. И, во-первых, потому что у него организм окрепший и кости прочнее. Ну, то есть, при прочих равных, при одинаковой силе удара, я думаю, вероятность выживать у взрослых выше, чем у детей. Но это очень непростая история. Конечно, но это то, что ждет, вероятно, нас в очень ближайшем будущем. Да, да, это сейчас одна из актуальных проблем. А вы такие моральные дилеммы выбора, конечно, ну, в смысле, не такие, не дай бог. Я имею в виду, какие моральные дилеммы есть у вас? Шикарный вопрос, шикарный вопрос. Есть моральная дилемма. Но, вернее, она не столько моральная дилемма, а просто дилемма. Мы вдруг в какой-то момент, это, кстати, не так давно произошло, отчетливо осознали и почувствовали сильно, как нас любят клиенты. И мы поняли, что вот надо внимательно пересмотреть все, что мы сделали, нет ли у нас чего-то такого, за что нам будет стыдно или что не про любовь. Потому что мы искренне радуемся этому, искренне любим клиентов. И мы начали отсекать даже те истории, которые приносили нам прибыль, но были не про любовь. У нас, допустим, в экспериментальном режиме шла продажа страховки. Мы предлагали клиентам застраховаться от потери работы по статье по сокращению. Это был дополнительный доход, источник дохода. Когда мы поняли, что по этим страховкам у нас мало выплат, и это по факту клиентам невыгодно, мы перестали это делать. То есть, да, это был какой-то источник дохода, мы перестали делать. Потом мы внимательно смотрим, начали смотреть, трепетно ли мы напоминаем клиентам, чтобы они уложились в грейс вперед. У нас сейчас идет пересмотр коммуникаций, чтобы сильнее напоминать, хотя это очень сильно бьет по доходам. Потому что основной доход, когда клиент платит проценты, а когда он не платит проценты, это для нас расходы. Но вы же про цифры, как это оцифровать, уровень любви? Уровень любви нельзя оцифровать, но ты должен сделать все, чтобы любое твое действие, которое будет известно, не вызывало у тебя стыд. И это про любовь. То есть, мы не хотим ничего, чтобы у нас было такое, что можно сказать, что это нечестно. Прям огнем выжигаем. Ищем непрозрачные тарифы. Вот сейчас нам написали в каком-то посте, в комментарии каком-то написали. Вы не говорите про то, что будут налоги с депозитов, а пишите ставку грязную, а я же не столько получаю. Почему вы меня не предупреждаете? Мы сейчас перетряхиваем экраны и будем предупреждать. Хотя это ухудшит продажи, так как ставка будет выглядеть меньше. И понятно, что решение о размещении средств принимать будет клиенту сложнее. Это озаботило одного человека, ну двух, трех, которые написали. Из-за этого надо принимать решения, которые повлияют на миллионные доходы. Смотри, да, это про любовь. Это озаботило клиента, но если бы условно я написал пост про это и спросил, ну я бы увидел результат. Я не хочу такой пост. Я хочу, чтобы я вам всегда мог говорить, что у нас все прозрачно, честно и мы на стороне клиента. Да, мы не можем пока снизить ставку по кредиту, но предупредить клиента, сколько он будет нам платить, показать ему в какой момент начинается уплата процентов, показать ему детальный расчет, как мы это сделали, это честно. Это на самом деле дилемма, потому что бизнесмен, какой бы он не был там идейный или сколько бы он угодно не говорил, что клиент всегда прав и клиент самый важный, он тяготеет к тому, чтобы заработать на клиентах деньги. У нас абсолютно осознанное и четкое понимание, что самая большая ценность, которая у нас есть, это то, что нас клиенты любят. Вот эта доска ценнее дивидендов, потому что дивиденды будут, если будут такие доски. А если таких досок не будет, то с дивидендами могут быть проблемы. И поэтому лучше в долгую, но с любовью, чем по-быстрому, но не честно. Редактор субтитров А.Семкин